Повышенная концентрация мочевой кислоты или гиперурикемия раньше появлялась в виде подагры – болезни, чье название переводится как «капкан для ног», а в народе это патологическое состояние называют отложением солей. От нее страдали в основном аристократы. Эта закономерность наблюдалась из-за особенности питания знати, в рационе которой в изобилии присутствовало красное мясо. С тех пор прошло много времени. Патологию уже достаточно хорошо изучили и нашли эффективные способы борьбы. Смотрите видео, и я расскажу, какое суперсредство выводит мочевую кислоту и приносит облегчение для суставов. Но сначала не забудьте подписаться на наш канал и включить уведомления. Теперь вы не пропустите ни одно из наших новых видео, чтобы оставаться здоровым. Итак, друзья, начнем. Слово «моча», хотя и является однокоренным, никак не влияет на изменение уровня мочевой кислоты. Это продукт распада особых белков – пуринов, которые мы употребляем в пищу с красным мясом, вином или щавелем. При избыточном потреблении этих продуктов концентрация мочевой кислоты увеличивается, и она начинает откладываться в тканях, особенно в суставах и почках. Честно говоря, я раньше и не думал, что соли могут накапливаться в почках. Но оказывается, что уратные камни в почечных канальцах образуются впоследствии избытка мочевой кислоты. Это приводит к нарушению работы органовыделения и, как следствие, повышению артериального давления. Именно поэтому важным фактором для снижения уровня мочевой кислоты является соблюдение диеты. Из рациона исключают продукты с высоким содержанием пуринов, например, такие как шпинат, бобовые, мясные полуфабрикаты и печень. И вот, когда вы уже откорректировали рацион, ограничили потребление алкоголя и соли, самое время использовать секретное оружие в борьбе с гиперурикемией. Отмечу, что средства народной медицины эффективны в начале заболевания и являются вспомогательным компонентом, когда человек получает лекарственную терапию. Бороться с отложением солей самостоятельно следует в трех направлениях. Прием трав и сборов внутрь, применение примочек, мазей, ванночек наружно и, конечно же, двигательная активность. Если говорить о народных средствах, то главными борцами с избытком мочевой кислоты являются травы с мочегонным эффектом. Для выведения солей применяют листья брусники. Средство обладает не только мочегонным эффектом, но и способствует растворению камней, снимает воспаление стенок мочевого пузыря и отлично борется с отеками. Приятным бонусом станет очищение и восстановление стенок сосудов. Для приготовления целебного напитка 2 столовых ложки сырья заливают стаканом кипятка и нагревают 30 минут на водяной бане. Затем отвар снимают, охлаждают, процеживают, доводят объем до 200 мл, принимают по 80 мл 2-3 раза в день. Напиток хранят в прохладном месте. Двигаемся дальше. Второе место по мочегонности занимает сушеный корень лопуха. 120 г средства замачивают в теплой воде. Когда корни станут мягкими, их натирают на терке, заливают 500 мл кипятка и нагревают на водяной бане в течение 15 минут. Полученный отвар охлаждают, процеживают, укупоривают в емкость с крышкой и хранят в течение 48 часов. Средства принимают по 1 столовой ложке 3-4 раза в день за 10 минут до еды. Корень лопуха нельзя принимать беременным и кормящим женщинам. На третьем месте нашего рейтинга находится трава с интересным названием – дягиль. Он же коровник, он же женский женьшень, он же дудник обыкновенный. Хоть у этой травки и неказистое название, зато положительных эффектов хоть отбавляй, ну прямо чудо, а не травка. Нас же сегодня интересуют не все части дягиля, а только его корни, которые обладают мочегонным действием. Собранные в первый год роста растения, они отлично снижают уровень мочевой кислоты. Употребление дягиля под запретом для беременных, при склонности к кровотечениям и при частом сердцебиении. Следом за мочегонными идут природные средства, нормализующие обмен пуринов и, таким образом, косвенно влияющие на снижение уровня мочевой кислоты. И это не травы, как в случае с мочегонными, а листья деревьев. Береза для русского человека означает многое. Это и связь с корнями, и олицетворение самого русского духа, и тоска по родине. В любом русском народном фольклоре упоминается не сосна, не пихта, не пальма какая-нибудь, а именно береза. В ней наша сила, а точнее в ее листьях. У них настолько богатый состав, что проще перечислить, от чего они не помогают. По теме видео «Настой березовых листьев» нормализует обменные процессы, разрушает и устраняет солевые отложения. А для профилактики повышения уровня мочевой кислоты пьют березовый сок. В составе листьев ясеня содержится большое количество активных веществ, способствующих метаболизму пуринов и снижающих уровень мочевой кислоты. Приготовление настоя не потребует больших затрат. Просто переместите в чашку 8 граммов листьев, залейте кипятком и пейте, как чай. Для выведения солей также помогут отвары травяных сборов. Приготовить этот эффективный напиток можно, если взять по 5 граммов крушины, пиона, синего василька, плодов можжевельника и цветков календулы. Добавить к смеси по 10 граммов крапивы и черной бузины и по 20 граммов хвоща, полевого, березовых листьев и ивовой коры. Залить всю массу 1 литром воды, довести до кипения и варить 10 минут. Сырье процеживают и принимают по 150 миллиграммов каждые 2 часа. Намного проще по количеству компонентов, но дольше в технологическом смысле процесс приготовления настоя из сирени. 50 граммов листьев сирени заливают 500 миллилитрами воды и настаивают аж 15 дней, зато полученного средства вам хватит надолго. Принимают по 1 чайной ложке при обострении в течение 3 дней. Поделюсь еще одним суперсредством. Это настои из равных частей цветков ромашки, шалфея и календулы. 200 граммов сбора залить полуторами литрами воды 35 градусов по Цельсию и применять как в ванночке. Для снижения концентрации мочевой кислоты и выведения солей полезно употреблять продукты с низким содержанием пуринов. Это кисломолочные продукты, особенно кефир. Нежирные сорта мяса, например, кролик или птица. Нежирные сорта рыбы, икра. Овощи и фрукты, за исключением зелени, в которых много щавелевой кислоты. Сухофрукты, при этом изюм, нельзя. Оливковое и льняное масла. Специи, укроп, петрушка, куркума, паприка, перец. Жидкость. Вода, кисели, компоты, свежевыжатые соки. Кстати, меня самого долго изводили боли в суставах. Доходило до того, что руку не мог поднять из-за боли. Или иной раз присяду, а колени хрустят, как у столетнего старца. Но я быстро организовал себя. Принимал травы, питался дробно и правильно. Нагрузил организм физкультурой. Пил больше воды. И вот уже долго уровень мочевой кислоты держится в нормальных пределах. Раньше я с недоверием относился к голоданиям. Но сейчас вижу, что в кратковременных голоданиях, не дольше 24-36 часов, есть резон. Доказано, что такие разгрузки способствуют снижению уровня мочевой кислоты. Пища не поступает. Следовательно, печень не синтезирует мочевую кислоту. Естественно, что не будет никакой пользы, если вы поголодаете, а затем вознаградите себя вредными продуктами. Весь смысл снижения уровня мочевой кислоты в системном подходе. Каждый пункт существует в связи с другим. Напомню тезисно. Диета. Травы. Жидкость. Режим питания. Разгрузочные дни. Спорт. Друзья, надеюсь, что информация была полезной и нужной для вас. Ставьте лайки, делитесь видео с родными и знакомыми, и будьте здоровы!